Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня на поездке дня у нас очередной челлендж. Карта называется Stoneway Wallet. В переводе на русский переводится это как Каменная долина. Хотя, есть такой забавный момент. На одном сайте данную карту называют как Каменные... А, нет, долины каменных телех. Вот так правильно будет сказать. И это для нас очень даже значимо, потому что сегодня я буду играть за гномов, а Адреналин будет играть за Гондор. Поздоровайся. Всем здорова. На самом деле, вот этот вот челлендж, он, кстати, последний, их тут всего лишь три оказывается, он самый легкий. Несмотря на то, что мы играем на хард-моде, напоминаю, то есть мы на обычном не играем. Мы садисты, мы люди любим самое такое сложное на себе поиспытывать. В общем, давайте приступим. Итак, приступим. Союз гномов и людей попробуют дать отпор темным силам. Для начала мне надо выбрать бы под фракцию. Тут у гномов, видите, три вида. Это Эрибор, Синие горы и Железные холмы. Ну, в частности, нас интересует Эрибор. Денег, как видите, на старте дают всего лишь 800. Это действительно мало. И вот за это время мы должны собрать вот эти вот сундучки, которые разбросаны по всей карте. Причем времени у нас довольно-таки мало. Таймеров, видите, нету. Ну, примерно через минуту у нас попрет легион орков. Там будут не только орки, и тролли, и какие-то полутролли. Причем орки тут разные будут. Моргульские, долгулдеровские, черные орки. В общем, разнообразие тут действительно огромное. Самое опасное в вражеской армии это крылатые твари. Так как мы не собираемся строить вообще стрелков, будем надеяться на башни, которые можно строить на печатях. Так, моя же цель построить везде рудники, кроме одной печати. Тут у нас будет плавильня. Тактика у меня довольно проста, вот честно. Мне нужно построить шесть повозок. Здесь максимально всего лишь будет 600 очков командования. Кстати, хорошо то, что я не забыл, надо увеличить очки командования за 500 голды. Система у немцев просто шикарная вообще. Расцеловать их надо, блин. Нафига такую фигню придумали? Непонятно. Так вот, мне нужно построить повозки. Причем они здесь действительно имбовые, гораздо сильнее, чем в оригинале, и они здесь их переделали, кстати. То есть, они похожи на повозки из Хоббита, прям, воссоздали ту самую. И вот, кстати, на нас уже идут. А я еще не все деньги собрал. Вот это я молодец, да? Ну, надеюсь, что... Не, я ж держи. Да, сдержи их. Кстати, у Адреналина цель довольно-таки сложная, то есть, ему нужно удерживать свою базу. То есть, основной удар будет по его базе. Он, видите, на передовой позиции стоит, ему нужно будет строить стражи Дестадели в связке с Боромером. Все, ему, в принципе, больше тоже ничего не нужно строить. У меня вот реально тактика изичная, можно одной ногой играть. Просто понастроил повозки и погнал кататься. Ну, это действительно очень легко. Ну, и, по-моему, я же сказал, взять деньги он не взял, Вот, кстати, по поводу способностей. Я, честно говоря, даже не знаю, что тут лучше взять, я не разбирался, как бы. Ну, способности мне, в принципе, тут и нафиг не нужны. Ну, и в то же время глупо про это говорить, что они вообще тут не требуются. Ты, главное, успел там собрать деньги? А, не успел, я вижу, правый верхний угол. Там сундук остался. Ну, ты можешь туда полоскнуть, по сути, доехать? Ну, в принципе, да. То есть, ты правильно говоришь, если я не успел собрать, то... Ну, японо, мать, почему они взять не могут? И в итоге ты их забрал. Прекрасно. Нормально. Нормально, мне это тоже нравится. Так, заказываем. Так, подожди, да, для начала по розочку, давайте закажем парочку. И да, вот тут придется делать улучшение за 600. Называется Battle Wagon. Ну, одним словом, как бы вам объяснить, а точнее, словосочетанием, это такие шипы, помните, в фильме были, которые прямо отрубали там бошки этим, как их... Да блин, почему они деньги не забирают? Вражеским троллем или кто они там были? Полутролли в фильме, не помню. Огры, огры. Огры, да, да, точно, огры. Там адреналин я поправил. Слушай, мы с тобой что-то это самое, протупили, деньги не собрали. Но это опять же, это не страшно. Сейчас в процессе, я думаю, все это соберу. Поначалу будет казаться то, что это действительно очень легко, потому что, видите, идут обычные орки, там орки-лучники, да, они пятого ранга. Кстати, на обычном, интересно, тоже будут пятого ранга. И вот смотрите, та самая повозка. Ну, очень прикольно выглядит. Так, 550 очков команды, еще раз изучаем. О, я смотрю, ты Пипина построил. Он себя называл Стражем Цитадели или его как-то Гендальф называл, я уже не помню. Так, орки, кстати, и на меня идут. Поначалу, конечно, да, без улучшения для повозки давить довольно-таки сложно. Видите, как они быстро уничтожают. Ну, а что вы хотите? Отряды пятого ранга. Ну, и в то же время повозка очень быстро получает новый уровень. Уже четверки, как-никак. Можно бросить бочку в них. Опа. И нету отряда. Повозка себя вроде как сама хилит. И хилит она только на пятом уровне. Так, давайте, наверное, все-таки, да, изучим уже лучше, а не заказываем повозки. Я смотрю, я смотрю, ты меня отряд Цитадели привел. Все, сейчас приеду, сейчас. Они, видите, тоже на меня нападают. Зараза. Конечно, желательно тут все вот эти вот точки тоже захватывать, строить там фермы. Но я этого делать не буду, только интересно. Мне, в принципе, достаточно голды. Шесть повозок не сказать то, что дорого. Я с легкостью построю. А вот, конечно, у адреналина землян будет проблема в процессе. Мне придется им перекидывать. Так, вот эту вот повозку надо сохранить, которая у нас еще и все с уничтожить. Кидайте бочки! Я смотрю, у тебя один Тауэр сломала. Это плохо. Демон где-то мои улучшения. Как же долго изучаются вот эти шипы, а? Вот как только мне боятся шипы, я могу вздохнуть полной грудью, скажем так. Станет гораздо проще. Вот у тебя, вроде, фонтан стоит, но он мне вообще не хилит, чтобы вы понимали. Повозка хилит только себя сама. И все, больше никто их похилит не может. Грубаные улучшники, сдохните. Так, сразу, наверное, еще заказываю повозку. Надо, кстати, башню тоже ставить. Приходится. Здесь всего будет 13 тысяч поинтов. Пока что мы продержались на 1200, да? Чет, кстати, они притихли. Уж более странно, я что-то не вижу вражеской армии вообще никакую. Это очень странно. А, вот они идут. А мне тут интересно, а пифенка мне может... Во, все, выдаем шипы. Тут, кстати, можно не только шипы вот этим дать. Можно знаменосец и... Вот это не пойму, это хил, по-моему, какой-то. Но шипы куда лучше. Вот смотрите, вот они появились на колесах. Вот это круто просто. Отряд весь рассыпается сразу же. Они настолько имбовы, что повозки в оригинале отдыхают. Хотя я всегда считал, что в оригинале они имбовы. О, патроли идут. Бойцы их на моих. Копечко. Зараз он прошел как-то. Повозка могу потерять сейчас. У них вообще повозки все убитые. Там они 8-ки собрались. А, и копеечки. Им женились. А вот копеечки, да, вот это уже проблемы и как бы я не смогу туда заехать. Ну вот сзади можешь по сути я себе объеду. Со спины заехать? Да, да. Серьезно. Варги идут. Варги не сошлись, чтобы не всадники. Так, мне много денег в принципе, я поделюсь с тобой. Хоть я еще не весь предел заполнил. То есть еще могу строить полоски. в бою готовы. Все в норме. Все на месте. Поехали. Ай, хорошо, поехала. Сейчас попробую сцепить. Не, нормально, нормально. Не критично. То есть я считаю это самая легкая тактика, вот если будете играть своим другом. Вот это вот проще некуда. Тупо один на полоске катается. Тот, кто сзади на полоске катается, это вообще изи тактика. Ничего делать не будет, просто отдыхать и кататься. Ну а тот, кто спереди, да, ему, конечно, уже придется помучиться. Такая шипы-то всем выдал. Надо чуть-чуть повозки не строить. Как больно огненный стрел это бьют. Огненный стрел вообще, по-моему, в этом моде. Что в этом моде ты пропал? Имбао огненный стрел. Ну да, да. Все, вношусь. Вот, все-таки правильно ты постел стражей. Потому что, если бы там не было, они бы сейчас там в наглую меня все это самое, ломали бы. А мне желательно не возвращаться на свою базу, а быть спереди, помогать. Потому что, все-таки тяжко одному тут. Еще, фонтан поставься на базу стражей. хилились. Ну давай, да, сломаю тогда один рудник. Тут вот есть такие печати среднего размера. Вот, я не понимаю, почему нельзя ничего построить. Это бах, что ли, какой-то. Или, я не знаю, с помощью способностей открываются возможность такая строить на этих печатях. Какие-то уникальные постройки, непонятные вот. а что-то Бориса не вижу, Борис не его прекрасно. Вон в этом месте бегает. Второго уровня, ну, что-то печально. Я его только построил, потому что денег не было. где-то три с половой кинул, три тысячи где-то примерно. Ну, вот я на него и построил. Да еще пределы как бы не заполнен. То есть, я решил заранее просто дать дыр и все. Да еще как бы гряды, которые по три сутки стоят. Да, вот все-таки. А вот сзади, кстати, не хочешь ферму поставить? Там есть и авангуст, поставить можно. Я, кстати, что заметил, вот на эти две фермы, которые у тебя там, они не агрятся почему-нибудь. Странно. Я еще что-то удивлен, почему-то один тролль напал. Тебе не кажется это странно? Он должен сказать... Да, мне кажется, если они там накопятся и... Просто возможно, возможно, они где-то вот там застряли, забагались, типа, а потом все не резко пойдут и у нас будет проблема. Может, съездишь там на разведочку в одной полосочке. сейчас вот. Катаюсь в эту муру. Это пока что обычные урки идут. Саны, мордорские. Пусть и пятую пятого ранга, но это фигня. А вот эти почему-то второго ранга идут, и смотрят. Ой, ой, полоски, полоски. Катоматные полоски очень плохо, больно прям. и конечностями. Поехали! Крёп! Я все на месте! Есть прокачу! Так, итого сколько у меня тут? Пять! Подожди, я что, обманулся что ли? То, что всего лишь тут шесть повозок можно построить? Тут гораздо больше можно построить. Попадаю с обманом. Гораздо больше. Швелитесь! Кого ждем? Все в норме! Так они швайпом 60 очков командам 10-15. Сколько они до зимой лукой? 60-60 очков занимают, да, всего 600 тут предел. Очень мало, кстати, 600 это. Тролль идет на твой копейщик. Он на башню бежит. Вернул. То есть мне еще, конечно, надо как-то блокировать вот этих пещерных троллей. Тут будут и боевые идти 5-го ранга, кстати, тоже опасные самые у них, я считаю. Одно из самых опасных. Они там идут на мою базу уже разную. Там копейщики, я туда заехать не могу. вот это мне нравится, когда сидишь просто одной ногой играешь, ничего не делаешь. Прекрасно. Называется хардмор, даже не почувствую. так еще один тролль. Странно, реально, почему-то как-то это. Такую чувство, как будто мы на обычном режиме играем, а не на карту. Серьезно, без какого-либо рофла, говорю. Где тролли-то, я понимаю, что-то там слабо идет. Ну, конечно, сейчас, как всегда, накаркаю, и он прям конкретно попрет. А и полетят вместе с крылатыми тварями, они улетят. Да, и полетят вместе с крылатыми тварями, тогда, да, начнется паника, нужно и тролли убить, и крылатых тварей. Если падут вот эти вот башни, у адреналина, то все, мы никак крылатых тварей не уничтожим. Великонечностями Привелитесь Так, вижу, там масса идет. Так, наверное, деньги еще тискину. котел тебе так много, иди в баню. Не знаю, тут куда все построил, все успел. Боевой тролль идет. У Борьки рядом стоит. За ним еще один пещерный идет. Да, да, сверху все, сверху стена падет. Там пещерный боевой. Почему у тебя там нет копейщиков? У тебя еще ставр падет. я вообще не понимаю, что у меня клещик делают. У тебя вообще что-то устроен. Уходят туда-сюда. Я в принципе могу только блокировать вражеских этих троллей, но не более того, убить я не смогу, кто огненный стрел, куда надо заехать. вот сейчас деньги давай кидай. Да, жди. Искажем включилась. Ой, какая красота. Вот эти вот шипы вообще топчут. Просто заезжаешь и нет этих отрядов. А, там копейщики. Я говорю, что-то не так. Там копейщики были. А здесь, смотри, что-то урон такой серьезный мне прилетает. Ну, сверху бежит ух, ни хрена себе. Вот сейчас уже ощутим, слушай. Ты сверху, ой, и снизу огненности. Возможно, стоит разделить мои полоски. Не, немцы, не ощущаю. Можно было сложнее сделать. Пока не ощущаю. Для нас, русских, это вообще. Фу. Вот так вот. Блин, копейщики. Теперь ощущаю. Копейщики плохо. Когда вставили копьем. по идее еще пару полонок я могу построить. Дорогие, привет вам. Бои готовы. Все на месте. Давай, тварь. Поехали. О, вот уже более серьезные орки. Это черные орки. Просто так вот с одного залпа вы их не задавите. Вот, смотрите, сколько у них хп мало снимается. Я прокатился, ну, примерно 40% здоровья снял, да? Нужно еще два раза прокатнуться, удавить этот отряд. И, кстати, там уже полутролль стоит. Два полутролля. Я ставлю уже башню. Деньги враги больше не нужны. У тебя ферма луна эту смыла. Ну да, черные орки уже вот это ощутимо. Видите, как они с трудом погибают от моих повозок. Они крепкие, зараза. Убей этого полутролля. У пятого ранга он же бегает. Это циркалнички. Да. Там потом он еще пойдут эти полутролли. Уже какие-то, не знаю, ситки с красными клинками, блин. Ух, ё-моё, что он творит? У тебя отдыхают стражи на моей базе. Минус повозку у меня. Прозевал. Копейщики. Так, поехали. Вот хилят они, конечно, медленно. Да, вот это попробую. Final Stand. Последний бой. Что это дает способность сейчас, не знаю. Что? Тихо, вот туда надо заезжать. А, ты обстрел использовал. Офигеть, там и мою базу пушит так-то. Ну же, шевелитесь, расстояние все конечность под колесами хлюпает. Ну же, шевелитесь. Так, итого уже 5-600 поинтов продержались. То есть, еще даже половину мы не продержались, чтобы ты понимал. Ну да. Ну сейчас побегу, че-то уже. Очко кентавра. все повозки 5-го раны хорошо. Ага, что-то нам что-то нас предупреждали. Твою базу, я кое-как. Да пофигу мою базу, твоя важна. А она прям... Я фронтис стоит, осаждаю тебя тут конкретно. Ага, лучники у него идут обычные. Пока ладно. Сейчас вот пойдут моргульские, или там долгулдорские, я не помню, которые красным оттенком. Вот эти, как его, копейщики идут и наобесни. Стражи у тебя, где гуляют, посмотри. А че они там забыли? Я не знаю, их отдать, наверное, Че-то у меня боровый у меня полк качается. Потому что я, наверное, опыт тебе вообще не даю. Все на своем пути уничтожают полоску. Ой, тролли идут. Вот хорошо, кстати, они закрылись на полоске, а вот другой передумал, походу. Нет, не передумал, все-таки пойдет на копейщик. Отлично. Вот это вот мощь на самом деле. А если используют полоски, ну... О, они засияли желтым оттенком. Один тролль пещерный пятого ранга. Не дай, походу к тебе. И еще один тролль держит. И сверху тролль идет, окружает. Заблокировала. Я не понимаю, что этот файнал стенд дает, но мои полоски желтым цветом загорелись. Ой, какие-то другие орки пошли. А, это те же черные, но какие-то у них не знаю, доспехи что-ли лучше, но оттенок какой-то другой. или наоборот, они не улучшены. Хотя, все равно крепкие какие-то. Загондор. Кстати, вот, немножко поговорим про вот эту вот карту. Я так и не понял, как она переводится, типа. На одном источнике говорят, как каменная долина, в другом каменоломная долина. А на одном сайте вообще было написано то, что долина каменных повозок или как-то так вот. Ой, все, крылатые твари, фокуси. Долина каменных телег. И тролли идут. А, да, каменных телег. Ну, кстати, символично. Ну, тролли я блокирую, конечно. Вот у тебя тут снизу их очень много вообще прет. Быстрее введи сюда копейщика. Блокирую их. А таврами фокуси. в крылатых. Жестко, жестко, жестко. Один тавр у тебя пал, Устанавливай его сразу. Копейщиками управляю, которые у тебя сверху над моим повозками я блокирую. Надо, что он загрался на мои повозки. А, все, что? Присели, да? На пенек. Ну, самое опасное мы отбили. Это самое опасное было, я считаю. Для нас, по крайней мере. Потому что у нас нет стрелков. И мы, вроде как, с этим справились. Справились на ура, причем. Уф, деньги есть, это же не имею смысла. О, вот пошли уже серьезные орки. Это пока что второго ранга, то есть, те самые орки, которые были в Хоббите. Это орки из долгого утра вроде как. У них тяжелые доспехи, как видите. В визуальном плане они действительно круто выглядят. Ой, там копейщики, я туда не поеду. Да, я по ним сейчас просто так не прокачиваюсь. Более. прижимают. Но уже половину продержались даже больше половины. 8000 поинтов сейчас будет. Всего из 13000. Мне кажется, что они по центру придут. Нереально проиграть. Ты сейчас все будет не ссыли. Да, у этих лучников они какие-то отравленные стрелы у них. Бою готовы. Великонечности тихо. Эх, прокачусь. Не вражь. Все в норме. Идем домой. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Кребаи, копейщики. Все на месте. Поехали. У тебя повозку сейчас на базе убьют. На базе убьют. В хрен с ним. Там копейщики что-то. Вон что из-за крыгсов. Я пока тут покатаюсь, лучников уничтожаю. Ой, там вон он, этот ситх гребаный идет. С красным клинком. Блин. Вели конечностями. Поворачивай оглобли. Ева. Копейщики твои чувства не выставят на базе которая. они выставят. Там, чем он, фонтан. Да пойду разочек вернусь как на базу. Заполоски заберу. Война стрелять нормально. То есть на самом деле все символично. То есть как потом кстати написано долина каменных телег. Вот они телеги пожалуйста. а долина это находится у Гондора. Как бы все нормально. Этот ситх он сейчас пенал стенки. Чего он? Пенал стенку которая разрушена. Ну это нормально в принципе. Это норма я считаю. Это норма. Нашим легче как говорится. Ну опять тройб все. По максимуму я построил 600 поинтов. копейщики идут. До свидания уезжаем. у тебя там проблемы я смотрю да я еду как же они рассыпаются блин вот такие повозки был в оригинал добавить в очень топчик одно удовольствие на них кататься. а чё у тебя а вон лучники и стрелки там по идее вроде как у них больше ничего сейчас такого опасного не будет нападать вроде когда адреналин а суши они то есть если приблизить в нем глядеть там не по одной стилен барабанщики барабанщики вот такие вот знаете как инвалид сейчас играют даже особо не стараюсь честно вам скажу любой сможет вот таким способом пройти чё тут сложного главное одолеть крылатых тварей потому что нет стрелков не хватает попросту очков командования хотя если постараться можно не строить не по максимуму на весь предел полоски можно было стрелков не построить хорошие герои не впадает честно если этот способ рабочий зачем что-то еще придумывать тупо защищать адреналина кататься опять черные обки креп хрен задавишь их с первого раза обычный тролли идут пещер у меня семь пятьсот тебе деньги нужны вообще 9000 почти просто некуда деваться сам не знаю куда их троиться вроде были бачки в предел но что-то строили бы еще тролль смотрела на петель копейщик стена не ломает это вообще пофиг типа да потому что поздно ломали хауны так 8 очков способности геннадия можно призвать гендальф серый куда призывает таса барабы нет все подходит концу 10000 поинт да на базу к себе съездить геннадия там геннадия может справиться нет не знаю ой у меня походу полоска одна сдохла раз построилась еще одна я даже хоть не увидел там тролль идет снизу да они тут все стороны так что я башню сейчас хорошо убиваю башни да здесь лимбовая кстати надо признать ой еще какие-то орки идут вот это по-моему моргульские по-моему да насчет конечно разнообразия тут какие-то корки весь союз мордорский осталось только вундабадских и то наверное тут есть может кто-нибудь из вас увидите пишите каких-то тут орков увидели джедаи нет джедаи у него клинок либо синий либо зелен это красный это сит за голдор мать о да моргульский по-моему вот они лучники пришли причем ты их сперва раздавить ну да ты что думаешь все время сперва раздавить да они уже лучше срать твой призыв какой-то да бомжей призываем по-моему воины это домедай домедай да там по-моему отряд мечников копейщиков и один отлучников да 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 и два героя кстати по-моему сейчас последний волны моргульский с красными стрелами этот самый полный бог не получил так я помоги называть я гендальф я пришел в тот момент как он там говорил маг приходит только тогда короче вы напишите я уже забыл я приду с рассветом не он что-то еще говорил фейерверки может ставить что за фейерверки нашел время фейерверки просто какой-то магический удар что это такое петарды бросает 12 тысяч поинтов все да уже конец геннадий сейчас сдох держи мою ой копейщики вот тут сейчас я практически недели не заедут везде копейщики прям под конец масса копейщиков отправляют конечно так могу сделать опять этот сид ты смотри что происходит ой сколько ситхов там идут охренеть там лучшенька внизу вот что я что это конец да это конец нормально было продержимся ситхов и ситхов 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 сначала не показалось то что это бессмертие на по моему нифига кп все равно отнимается то ли какой то баф что ли на 20 а армор повышает 75 процентов армора броню ой там джедай за тобой бегает там не только джедай копейщик сейчас полоски терять похоже потому что надо заехать сюда как он да там копейщиков много было я пофиг чё уже конец съема теряем так теряем это списываешь лишь контролируется за мне надо блин там же на трясение здесь . успели накопить посмотреть урезали способности такая же как оригинала ой да чё ты на твою базу очень много удержит удержит они да тут от геннадия все-таки надо было отправить ждать до последнего блин там джедай мне сзади все видишь они уже не идут это конец ну да под конец конечно дал жару как но надо хоть более-менее по канонам как-то светлые против тёмных были а не тёмные против тёмных правильно и вот честно говоря за рохан посложнее будет полоски все-таки посильнее но они дешевле и дешевле да потому что улучшить отряд рохерем там не знаю пол почки над своей продать все получается к моей базе идем освободить город в бочку в зря бочки можно поехали насрать на копеечка власть и тусет какая-то чего нет от в уровне напомню копить по моему мне ну все равно хп снимается мало очень одна ногой играл серьезно одной ногой подруга это не описать ну очень легко не почувствовал хардмар вообще да все 13000 поинтов грубо говоря ведь и 12700 нам говорят то что вы выиграли вы молодцы но это было изи вообще не почувствовал это кстати последняя осада который можно пройти в копе не знаю возможно в будущем немцы там придумают осаду фильм и упади там долг гулдере форнес то есть есть еще это раз и какой-то еще ну там только одному то есть что-то типа это раз тоже дорос там еще две осады но только уже одному придется в общем мы с вами прощаемся как говорится надеюсь вам понравилось понравилось данное сражение подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии на всем удачи всем пока всем пока